сегодня поразил американку в гениальной партии решил ее записать то есть я играл черными и партия по быстрым шахматам длится на всего одну минуту для каждого времени итак начинаем достаточно стандартное начало очень быстро то есть я как всегда играю в защиту карпова что в быстрых шахматах достаточно интересно потому что не всегда тебе успевают поставить мат соперника идет стандартная рокировка хотел напасть на ферзя но промахнулся потом я начинаю прижимать слева фланга рокировочку идет дальше развитие фигур атакуют меня белые обмениваемся слонами и казалось бы ситуация ничего как сказать яйца выеденного не стоит я потратил всего 12 секунд до данной позиции соперник мой потратил 44 секунды далее за 12 секунд всего своего времени решил сделать гениальный ход так сказать практически не то что в середине партии а где-то к началу партии я просто жертвую ладью жертвую ладью и все а дальше у меня начинается стремительный натиск пока радуется мой соперник я делаю усиление на левом фланге в виде линии соперник сразу придает ему значение и далее идет серия как обычно гениальных ходов первое это я закрываю короля в рокировке ему надо спасаться он спасается я нападаю на ферзя то есть в любом случае теряешь ферзя потом сложно сыграть партию минутную когда ты потерял ферзя поэтому ферзя убирают едет шаг закрывашка ставлю ферзя угроза угроза матом просто идет у меня под пешку ну как тут выходить из ситуации либо снова отдавать ферзя то есть я рублю конем это сразу мат то есть да то есть есть единственный ход который делает соперник это ставит ладью и получает красивейший мат так как слон завязан на ладью на шах то он рубить не может соответственно получается мат но самое что интересное в этой партии что с момента как я пожертвовал ладью началась безысходность у соперника то есть он просто не понял натиска и все эти ходы начиная с выстраивания линии запирая короля и так сказать это был классический цуцванг то есть каждый следующий ход он был безнадежно ухуджал положение и спасая все что можно безысходно здесь видимо я думаю надо было конечно жертвовать хотя бы ферзя под ладью и можно было тогда продержаться ну может быть еще пару ходов а так как ферзя жертвовать не захотели то скоротечный мат на который я потратил всего двадцать четыре целых восемь десятых секунды